Всем привет! Вы находитесь на канале Die5Tope. Меня зовут Артём Хайполоджи и сегодня мы с вами поговорим о шумных новостях. Мы решили попробовать себя в данном формате и если вы проявите активность, то мы будем вас радовать подобным контентом каждую неделю. Вы все прекрасно знаете, что произошло в Пермском университете. Мы искренне соболезнуем всем родным и близким пострадавших. Хайпить на этой теме мы не будем, да и уже огромное количество блогеров вам всё детально рассказали. Единственное, что хочется добавить, в России срочно нужен психолог в учебных заведениях, а также усиленная профессиональная охрана, а не дедушка, который сидит у входа за 20 тысяч рублей. Также не будем усолить тему выборов, так как у нас на канале уже вышел отдельный ролик на эту тему. Можете ознакомиться. А вот про Новый Суд Эдварда Билла мы поговорим. Как вы все прекрасно помните, пранкер устроил ДТП в центре Москвы, где женщина сильно пострадала. Она до сих пор сидит в инвалидной коляске. От него слова извинений, я их приняла, потому что каждый человек может ошибиться. Любой из вас, из нас может оказаться по любую сторону от ДТП. Блогера признали виновным в аварии и приговорили к двум годам ограничения свободы. Не путать с лишением свободы. И лишили прав на три года. И такой приговор ему вынесли ещё в июле, но 22 сентября дело пересмотрели. И в итоге ничего не изменилось. Хотя нет, изменилось. Теперь он может пользоваться интернетом, а также он вернётся к пранкам, но не будет делать их такими жёсткими, как раньше. Мне было 22 года, 23. Я вот это бегал, молодой парень, горячий. Эдвард бил после того, что произошло. Это не актуально, это некрасиво. В итоге Эдвард на свободе. Пострадавшая женщина его простила. Интернетом он пользоваться сможет, но не сможет выходить из дома с 8 вечера до 8 утра. Ну и дальше его ждут не особо для него важные суды от других потерпевших, которым им повредил машину. Возможно, ещё добавят один год к ограничению свободы, но это не точно. И если сначала Эдвард был очень вежлив, то после вынесения приговора он начал разговаривать иначе. Мне вопросы задают тупые, я на тупо буду отвечать. И на следующий день после суда вышло его большое интервью. Забавно, что он ответил на все интересующие людей вопросы не Дудю, не Собчак, не проекту вписка, а Карине Кросс. Лайтова. Чё это? Чё это за наказание? Ты с 8 до 8? И там такой был, кстати, привели пример, что обычный человек в 8 утра едет на работу и реально в 8 дома. А что вы думаете о решении суда по делу Эдварда Билла? Должен ли он был сесть в тюрьму или всё справедливо? Напишите в комментариях. Не забыли ещё про Мурада и таксиста? Я не такой человек, вот таксист или бедолага, или где-то чё таковое. Я кидаю, когда надо. Эти ребята продолжают хайпить, но уже на канале Асхаб Тамаева. И раз блогеру не получилось организовать бой Хасбика и Абдурозика, он решил не отчаиваться и нашёл не менее интересных персонажей. В ближайшее время мы увидим их бой. Вы готовы привести бой сразу после окончания этого интервью? Ладно, всё. Я просто не хотел, разумно, а я желаю, что с ним уже чувствую, что с ним беру, надо побить уже. Каково, что? Побей! А? Побей! Хоть и невооружённым глазом видно, что это всё наигранное шоу, но стоит отметить, что на их бой будет реально интересно посмотреть. Они уже даже некую пресс-конференцию провели. Мурад, садим, был прав. Офигенно сделал всё. Если Мурад на тебя кинул, ты его втащил бы? Ну да. Всё, он говорит. И пока мы ждём бой таксиста против Мурада, на канале «Наше дело» опубликована не менее эпичная битва. Александр Емельяненко против Артёма Тарасова. Ищет, ищет Александр. Просто ходит за Артёмом. Не сказать, что бой получился очень зрелищным, но наблюдать за происходящим было интересно. И стоит отметить, что Тарасов ниже Емельяненко на 16 сантиметров, а по весу он и вовсе меньше на 38 килограмм. Спойлеров не будет, дабы вы сами смогли спокойно оценить выпуск. И, кстати, не так давно Александр заявил, что готов выйти на бой против своего брата, Фёдора Емельяненко. Ты бы подрался с Фёдором, если была бы возможность. Подрался бы. Вот это бы, конечно, была битва века, которую могли бы посмотреть как подростки, так и их родители. И прежде чем мы перейдём к следующей новости, Ликей вам хочет кое-что посоветовать. Дорогие подписчики, хотите стильно одеваться и не переплачивать? Тогда рекомендуем вам годный магазин кроссовок и одежды Hustle.rf. У Hustle в наличии более 3000 кроссовок. Эксклюзивные редкие модели, которые вы не увидите в обычных магазинах. А материал и качество не уступают оригиналу. На сайте только реальные отзывы покупателей, которые можно проверить. Самое главное, у Hustle есть бесплатная доставка и оплата при получении. Если товар не подошёл, его можно вернуть. Также для наших подписчиков действует промокод DAITOP на скидку аж 30%. Не переплачивайте в других магазинах, а покупайте стильные вещи и кроссовки на Hustle.rf по доступным ценам. Переходите и убедитесь сами. Ссылка в описании под видео. Не забудьте про промокод, друзья. Президент США призвал защищать права секс-меньшинств от Чечни до Камеруна. И Рамзан Кадыров оперативно отреагировал, сказав, что в Чеченской республике нет петухов, а только куриные мужья. Также он предложил Байдену приехать в Чечню и лично в этом убедиться. Гемо, 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 какой сексуализм, как ты сказал. У нас это слово не знаем. В Китае детям до 14 лет запретили сидеть в ТикТоке больше 40 минут в день. После 40 минут приложение будет заблокировано. Такое решение было принято, дабы защитить детей от вредного влияния. Также недавно в Китае детям до 18 лет запретили проводить за видеоиграми больше 3 часов в неделю. Сурово, конечно. А как вы относитесь к таким запретам? И вполне возможно, что до СНГ подобное тоже дойдет. Артем Дзюба отказался играть за сборную России на чемпионате мира 2022. И как говорит футболист, это отнюдь не из-за конфликта с тренером. Просто он еще не пришел в форму и не хочет занимать чье-то место. Правда это или ложь, остается только догадываться. Ко мне вопрос какой? Вы можете мне сказать? Егор Крит, Эльдар Жарахов и Бустер выпустили самый худший трек. Не, это не мое мнение. Это они так назвали свой новый хит, который специально сделан плохо. Творческие люди не перестают удивлять своей оригинальностью. Хоть эта идея не нова, но стоит согласиться, что подано это интересно. На мне сейчас две вьетнамки и я не протапки. Очень шумная новость на этой неделе была про CS GO. Вроде ничего уже не может удивить фанатов этой игры. Но обновление от Valve заставило разделиться людей на два лагеря. Кого-то все устроило, а кто-то очень недоволен. Из глобальных изменений это то, что теперь на миде не будет просвета и у вас не получится как раньше убивать с АВП противников. Плюс теперь можно передавать гранаты другим игрокам. У Дигла уменьшен урон в тело, у Эмки наоборот увеличен. Плюс появился новый режим, который стоит чуть больше 1000 рублей. И там можно побегать на новых картах. Я могу еще долго перечислять нововведения, но самое главное вы в принципе услышали. Если будет желание, то можем вместе с вами оценить обнову в прямом эфире. Ссылку на стрим-канал оставлю в описании. Подпишитесь. Пацаны, почему я ничего не вижу? Потому что там Смоук вижу. Смоук? Рэпер? Поп Смоук? Сейчас из каждого угла говорят про фильм Дюна. Я еще сам его не успел посмотреть, но отзывы просто великолепные. Высокие оценки от кинокритиков. Люди уже ждут продолжения. В кинотеатрах полные залы со дня премьеры. И если вы вдруг не в курсе, то это фантастика, где человечество расселилось по далеким планетам. А за власть над обитаемым пространством постоянно борются разные могущественные семьи. Звучит интересно, не так ли? Второго сезона сериала «Ход королевы» не будет. Об этом заявил режиссер. И если честно, я немножечко удивлен, что ему задавали такие вопросы. Ведь одного сезона хватило, чтобы полностью закончить историю. Сериал мега популярен. И надеюсь, с него не начнут трясти бабки, делая новые сезоны, которые, скорее всего, будут высосаны из пальца. Шахматы могут быть... Искусством. Бэткомедиан продолжает радовать своими обзорами. Редко, но метко, как говорится. Он решил проехаться по фильму «Чернобыль» от Данилы Козловского. Он раскритиковал данную картину из-за плохой актерской игры, из-за плохой режиссерской работы, а также обвинил создателей в паразитировании на трагедии. Ну и еще Данила Козловский не может выучить свою речь и... невнятно говорит. В общем, хорошего от бэда вы там не услышите. Рэпер Оксимирон несколько лет назад был одним из самых популярных русских рэперов. Но вот уже прошло 6 лет с момента выхода его последнего альбома под названием «Горгород». Он пытался вернуться в музыку, но потом уходил писать альбом и пропадал. Так вот, к чему это? На этой неделе наконец-то вышел официальный трейлер фильма «Эмпайр Ви», где Окси сыграл одну из главных ролей. Рэп его, видимо, уже не особо интересует. Сейчас он хочет стать профессиональным актером. Жертва делится кровью, но сохраняет жизнь. Это русский фильм про вампиров. И я прям жду обзора от бэда на данную картину, но все-таки меня успокаивает то, что Мирон редко вписывается в провальные проекты. Посмотрим, что из этого выйдет. Премьера фильма 25 ноября. Но Янович на этом не остановился и успел сняться еще в одном русском фильме. Поздравляю, теперь ты один из нас. И последняя новость на сегодня. Ресторатор написал большой пост о том, почему Версус в ближайшее время не вернется на Ютуб. Вкратце, его не устраивает такой длинный формат, и он задумывается над тем, что баттла в один раунд было бы достаточно. Но и самое главное, ему нужны новые имена. Желательно популярные фрешмены. Я на своем личном канале делал ролик о том, какие баттлы возродят Версус, и на него даже Ресторатор отреагировал. Он согласился с моим мнением, так что обязательно посмотрите это видео. Ссылка также будет в описании. На этом все, друзья. Напишите в комментариях, какая новость для вас была интереснее всего. И обязательно поддержите ролик лайком. Нам важно видеть вашу отдачу. Ну а с вами был Артем Хайполоджи и канал Дайфайв Топ. Увидимся в следующих роликах. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok